Смотрите сегодня! Еще одна мини-сенсация состоялась в рамках прошедшего украинского тура ВЦГ-2008. Новые радионаушники показывают новый уровень качества, соответствующий премиум-классу. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим возможности героя доты Минотавра. И, конечно, сегодня мы увидим матч по доте между двумя очень известными командами Meet Your Makers и PLUS 46. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Накануне состоялись еще три встречи чемпионата Германии среди профессиональных КС-команд. Mouse Sports играли против Team Game D. Если в первой половине встречи игра шла примерно равная, то после смены сторон объективно сильнейшая команда этой страны не отдала сопернику ни одного раунда – 16-7. С таким же счетом закончился матч между N-Faculty и Team Nordish, а игра смотрелась еще лучше полученного результата. Доминирование за обе стороны позволило им пробиться в лидеры. Команда, которая в перспективе должна была составить серьезную конкуренцию Fnatic и SK, теряет своего лидера. Игрока, без которого пробиться на лидирующей позиции в Швеции крайне сложно. Официального заявления из стана Leg Blank по-прежнему нет. Но уже сейчас совершенно точно ясно – J.Garn не поможет товарищам на ближайших турнирах. В конце сентября шведы выступят на Лан Конвент, и пока что в качестве временной замены J.Garn призван Снейден. Electronic Sports League расширяет свою деятельность до Туманного Альбиона. Уже в этом месяце стартует чемпионат Великобритании с лучшими проектами по Counter-Strike Source и Call of Duty 4. На данный момент самым успешным первенством под эгидой ESL считается немецкий турнир лиги. В целом EPS UK будет проводиться по системе, схожей с турнирами лиги в других странах. В каждой из двух дисциплин выступит по 12 команд. Еще одна мини-сенсация состоялась в рамках прошедшего украинского тура ВЦГ-2008. В дисциплине StarCraft Brood War победу праздновал Дмитрий Филипчук, известный комьюнити под ником Dimaga. В финале этот игрок переиграл опытного стрелка, выиграв три из пяти карт, предлагаемых в решающем поединке за квоту в Кельн. Прошлогодний победитель квалификации White Ra закончил свое выступление еще в четвертьфинале турнира, где уступил Альфу. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим возможности героя доты Минотавра. Он очень опасен для ваших врагов из-за заклинания гряда, которое не дает возможности герою противника уйти от фокуса со стороны ваших тиммейтов. Также это заклинание имеет большую дистанцию атаки, и для его использования необязательно видимость врага, что дает нам возможность добивать героев противника практически из любого положения. Благодаря все той же гряде можно контролировать перемещение мобов по карте. Например, когда необходимо защитить башню, просто перекрываем заклинанием проход, и гриппам приходится искать пути обхода. Чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо всегда иметь достаточное количество манны. Для этого неплохо собрать Аркан Ринг. Этот герой очень эффективен в связке с Мирабой, так как у этих героев есть станущие заклинания с большим радиусом действия. Эта связка часто используется на клан-варах по доте. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Эта мини-мышка предназначается для тех, кто и во время работы не забывает о радостях жизни. И, конечно, сегодня мы увидим матч по доте между двумя очень известными командами — Meet Your Makers и Plus46. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Toshiba Q7OX300 — игровой ноутбук для настоящих геймеров. Он заключен в стильный черно-красный корпус с плавными изогнутыми линиями и снабжен эффектной красной светодиодной подсветкой. При этом его сердцем является двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo T9400 с тактовой частотой 2,53 ГГц и частотой системной шины 1066 МГц. А его широкоформатный 17-дюймовый ЖК-дисплей TrueBright имеет разрешение 1680 на 1050 пикселей. Компания Asus подготовила к выпуску новую модель видеокарты Radeon HD 4870. Для охлаждения графического ядра RV770 инженеры использовали VGA-кулер Lecater Fensync. Хочется верить, что данная разработка Asus, хорошо знакомая по другим продуктам тайваньского производителя, окажется эффективнее и тише стандартной системы охлаждения. Напомним, что подобным кулером оснащено несколько видеокарт на чипах AMD и NVIDIA. Видеобуфер объемом 512 МБ набран чипами GDDR5. Радионаушники AKG K940 не только внешне отличаются от своих легковесных коллег, также они показывают нам новый уровень качества, соответствующий премиум классу. Громкоговорители XXL размера с мембраной, созданной по запатентованной технологии AKG VeryMotion, дают мощный широкий саунд с точным позиционированием источников звука в звуковой стереокартине. Наушники удобно сидят на голове любой формы. Трансмиттер одновременно является подставкой под наушники и зарядным устройством. Нежная мини-мышка A4TEC GLA-6SR цветок в гавайском стиле предназначается для тех, кто и во время работы не забывает о радости к жизни. Противоударный корпус защищает ее от повреждений, а обтекаемая форма обеспечивает максимум удобства и мобильности. Кнопка двойного клика позволяет экономить время и открывать файлы и папки одним нажатием. Бесшумное колесо прокрутки имеет режим программирования. После окончания работы кабель легко смотать вокруг мыши. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть матч по доте между двумя очень известными командами. Это Meet Your Makers и PLUS 46. Состав команды Meet Your Makers. Бен Мерлини Ву, 20 лет. Брайан Манне Стэнби, 24 года. Лейс Слэксер Малвер, 18 лет. Кай Ханни Ханбукерс, 19 лет. Якоб Майлк Тофт Андерсон, 22 года. На правом фланге Майлк, играющий за Лича и Слэксер, который контролит Скелетон Кинга. На центре в одиночку сражается Ханни, который выбрал Шадоу Финда. И, наконец, левый фланг, на котором Мерлини играет за Акашу, а компания ему составляет Манни, взявшей Левиафана. Им противостоит команда PLUS 46. Ее состав. Мартин Энджел Олсен, 17 лет. Томас Стоддер Грегорсон, 24 года. Микель Мигель Берг, 20 лет. Александр Зенишин Бас, 19 лет. Берт Миссери Филлипсон, 17 лет. На правом фланге Соло от Мигеля с Дестройером Зенишин, играющий за Мирану, держит центр с Энджелом, который контролит Минотавра. Ну а правый фланг защищают Миссери со Спектрой и Стоддер с Обливианом. Еще до появления крипов происходит стычка в лесу возле правого фланга, в результате которой погибает Стоддер, и Митью Мейкерс зарабатывает свой первый фраг. Далее действия развиваются стремительно. Митью Мейкерс набирает фраг за фрагом, тем самым получая лишнее золото и опыт. К 10-й минуте счет по фрагам составляет 7-1, а к 15-й уже 16-2. Но ребята из плюс 46 даже не думают сдаваться. Благодаря слаженным действиям Зенишина и Миссери на правом фланге погибает Лич. А спустя несколько минут на центре происходит битва, в которой Зенишин делает дабл-кил, а Энджел убивает Слэхсера. Тем самым плюс 46 обеспечивает себе спокойные несколько минут, за которые можно восстановить здоровье, манну, а главное прокачать героев. Середина игры. Ханни уничтожает башню на центре. А затем М.У.А.М. делает прорыв правого фланга, в котором участвуют все пять героев этой команды. Результатом этого становится снос еще одной башни и убийство почти всех ребят из плюс 46. Еще одна битва на правом фланге. Слэхсер убивает Мигеля и с помощью Ханни пытается добраться до Миссери. Но вовремя появившийся Минотавр убивает скелетон Кинга Слэхсера. А затем, используя даггер, делает блинк и вырывается в битву на центре. Используя ульт и гриду, Энджел делает даблкил. Несмотря на это маленькое поражение, Митри Мэккерс и дальше прессует по разным направлениям, чтобы нащупать недостатки в защите соперника. Ребята из плюс 46 вовремя замечают их перестроение и слаженно отбивают фланг. Вскоре происходит неприятный для Зинишина момент. На последних хитпоинтах, убегая от скелетон Кинга Слэхсера, использует прыжок, запирает себя между деревьев, чем и пользуется игрок команды Мит Ю Мэккерс. Красивейший момент на правом фланге. Скелетон Кинг убегает Мигель и упирается в тупик и, кажется, ничего уже не спасет Слэхсера. Но вовремя подоспевший Мания помогает своему тиммейту и вместо Скелетон Кинга падает Дестроер, а Слэхсер спокойно телепортируется. Близится завершение игры. Игроки из Мит Ю Мэккерс прорывают правый фланг, сносят последнюю башню. Но при попытке снести бараки, плюс 46 собираются силами и отбивают эту атаку. Ребята из Мит Ю Мэккерс отходят к фонтану, чтобы подлечиться и снова в бой. Попытка проатаковать центр заканчивается неудачей. Погибают Майл и Мерлини. Но через несколько минут атака повторяется и уже ничего не может остановить Мит Ю Мэккерс. Они сносят бараки на двух флангах, а ребята из плюс 46 понимают, что это конец. Пишут Джи и Джи. Очень зрелищная получилась игра, и хоть финальный счет по фрагам 56-25, игра была напряженной для обеих команд. Ребята из плюс 46 показали достойную игру, а Мит Ю Мэкерс в очередной раз доказали, что не зря считаются одной из сильнейших команд мира. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта, и, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.